В чем было, то мы побежали в подвал. Потом немножко утихомирилась, пошли оделись, я ребенка одела, сидели в подвале. Потом нам сказали, что будут автобусы. Мы только с подвала вышли, опять началась эта все стрельба. Мы обратно. В общем, мы приехали автобус, мы через школу бежали на автобус. Нас привезли в Донецк, на ЖД вокзал. И нас потом отвезли в пансионат ветеран. Мы там были. А кто вас отвезли? Мы туда поехали с братом. И потом приехал наш идеолог Сергей Викторович. Из этого пансионата и сказал, что собирайте детей, поехали в Шахтерские зоры. А так иначе, кто вам помогал? Ну, нам сначала как... Помогли вещами там, ну, были кое-какие вещи. Да, да. Только кто? Ну, тут давали гуманитарную помощь. А сейчас вот ей на первое время, ну, сапог у нее таких вот обуви нету, пока зимняя. Денег вообще не хватает, чтобы ей купить эту зимнюю одежду. Ну, вот сейчас моя мама со мной, ну, она сейчас вообще без жилья и вообще-то, ну, как бы, нигде жить. Вы когда-нибудь после этого видели, что случилось в вашем доме? Вы были в Песке? Да, ну, как, я была, но там только в... ну, да, я оставалась, когда начали стрелять. Не, не, когда вы уже прошли в Донецк. Да, потом уже у нас не было тысячи в Песках. Ну, за эти годы вы не были там? Ну, пока, да. А знаете, что с вашим домом там или нет? Ну, по интернету нам показывали. До соседа попал, короче, снаряд в угол дома попал снарядов. У нас попалитали окна и двери. У сына, там, где он делал себе, отгораживал комнату, да, там обстреляна дверь, выбито все. Сейчас, я не знаю, в данный момент сейчас сестра моя была там, сказала, что дом ужасный, там ничего нет. Хотя люди туда как-то проезжают, а как и шо, мы не знаем. Через Маринку? Да, через Маринку. Как-то через Маринку они едут до Карловки, а там как-то пешком идут. Спасибо. Спасибо.